Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас 14 мая, но, как видите, бомба моей одежки. У нас совсем не тепло, как-то в этом году погода нас, к сожалению, не балует. И в понедельник, например, еще у нас было 20, даже с хвостом градусов тепла. А во вторник днем в некоторых районах был ноль, был снег, потом был заморозок. Этой ночи вроде как заморозка не было, хотя я все накрывала и укрывала. Но еще впереди вроде как две такие сомнительные ночи, когда заморозок может прийти. Поэтому сейчас пройдем с вами по винограднику, покажу, что происходит, покажу последствия заморозков. Ну, в общем, такое сегодня немножечко обзорное видео. Вот здесь у нас русский ранний, с одной стороны почки еще небольшие. Если посмотрим в другую сторону, сейчас я аккуратненько камеру переведу. Там уже такие побеги побольше, там дальше руслин янтарный. Вот как проснулся. Может казаться, что это только в пристенке, но разворачиваемся в другую сторону. Ну, зилга, побеги уже достаточно большие. Пришла на другую сторону, то есть здесь уже не пристенок. Зилга, побеги уже по 10 сантиметров, достаточно большие. Удалось их сберечь. Там есть чуть-чуть один участок, прихваченный заморозком. Ну, здесь, в общем-то, все более-менее. Аладдин тоже уже достаточно большой. Вот, кстати, второй куст сделки. Здесь побеги развиты гораздо меньше. Ну, вот видите, побег прихваченный заморозком. В какой момент прихватила, я, честно говоря, даже не знаю. Потому что я все накрывала, либо это, возможно, где-то на стыках, либо есть вариант, повторюсь, что во вторник был ноль. Несколько часов в течение дня. И шел снег. И вполне вероятно, что в какой-то из этих моментов, вон, даже там видно, сейчас приближу отсюда. Может быть темновато, но, может быть, заметите. Вот, два побега практически рядышком. Разница тут 10 сантиметров. Один хорошо, а второй прихватила. А здесь у нас прибалты только просыпаются. Но все равно почки уже двинулись в рост. И такие почки, они тоже подвержены обморожению. Вот даже видно, вот эта почечка жива. А вот эта, вот она такая мягкая, ее на конце прихватила. Вот эта у меня, наверное, будет самая большая, пострадавшая часть. Но я предполагаю, что все-таки это случилось до того, как я накрывала. При том, что, смотрите, шпалера здесь достаточно высокая. Верхняя проволока, ну, сколько сантиметров, 70 от земли. И вот целый рукав. Не целый, но много, много на рукаве. Повреждено, при том, что вон, не так далеко стенка. Задний план у нас сохранился, то, что ближе было. А здесь, видите, подмерзла. Вот, смотрите, поприхватывала тоже по-разному. Вот полностью погибший побег. А у этого чуть-чуть только листики прихватила. Вполне вероятно, что он еще будет развиваться. Поэтому не торопимся, ничего не убираем. Смотрим, как развиваются события. И понимая, что идут... Я много раз говорила, да, следите за прогнозом погоды. Понимая, что идут какие-то неблагоприятные условия. Не спешите проводить зеленые операции, проломки и прочее, прочее. Потому что, вот смотрите, вот этот побежек у нас, скорее всего, что погиб. Здесь довольно большая почка, она живая. Или вот рядышком. Вот его чуть-чуть прихватила. Чуть-чуть листик, может, даже на камеру не видно. Там еще два малыша. Мы лучше немного подождем. И уберем чуть позже. Чтобы быть уверенными, что хоть какой-то побег мы смогли сохранить. И еще показываю теплицу. В теплице, кстати, никаких защитных мероприятий не проводилось. Почему? Теплица большая. В теплице вот стоят ведра с водой. Их достаточно много. Теплица была на ночь закрыта. И никаких повреждений здесь не было. Хотя побеги, сами видите, какие. По 30-40 см. Там есть в углу. Тоже сейчас приближу. Немножечко повреждений от самого первого заморозка. Когда у нас просто осталась открыта форточка. Там уже видно, идут замещающие побеги. Даже смотрите, молоденькие саженцы. При стеночке я, правда, там досочки поставила. Ну так, на всякий случай ничего с ними не случилось. Прекрасно они пережили все эти ночи. Но все-таки, что хотела показать. Смотрите, немножечко прихваченный побег. Казалось бы, здесь тоже, возле стенки, молодой саженец. Ничего. Рядом побегом. Ничего. А один вот чуть-чуть. Чуть-чуть его хватануло. Показываю полностью тепличку. Видите, просто стоят ведра. Все. Что еще можно было бы сделать? И то, что я делала вчера. Это я просто все проливала водой. Именно поверху. То есть не в трубы. Никуда. Поверху, по мульче. По всему, по всему. Чтобы была хорошая влажность. Все. Этого достаточно для теплицы. Для того, чтобы сохранить тепло. 2, 3, 4 даже градуса мороза. Вот такие вот кратковременные. Мы говорим именно о кратковременных заморозках. Тепличка вполне выдерживает. С улицы все, конечно, гораздо сложнее. Единственный вариант на улице спасать свои винограды. Это укрывать. Чем укрывать? Ну, понятно, что у кого что есть. Если это спонбонды, то они должны быть плотные. Желательно их максимально к земле. Может быть, накидывать что-то еще. Еще про свои укрытия я говорила. Это вот такой вот синтетический ватин. Этот же материал мы используем и для зимнего укрытия. Я уже много раз про него рассказывала. Единственное, конечно, что в таком варианте, когда уже большие побеги, мне приходится его на день снимать. Потому что вот сейчас, во время съемки ветер, и такие вот такие большие побеги, ветер уже может поломать. Поэтому приходится снимать, что, конечно, трудоемко. Если есть возможность соорудить какое-то укрытие, которое может простоять несколько дней, ну, это вообще классно, супер. Ну, конечно, определенные труды, определенных трудов тоже требуют. Что еще может быть? Еще два варианта. Это увлажнение интенсивное. Многие садоводы, огородники знают, те же цветущие деревья часто обливают водой. Прям-прямо накануне заморозка. Ну, очень трудоемко, потому что надо ходить, это караулить, смотреть вот эти часы этих заморозков. То есть не совсем удобно. Что хорошо, я вам показала это увлажнение в теплице, потому что в таком случае ничего туда не надо, ни пушек ставить. Минус 4 эта теплица выдержала. Даже без особых увлажнений, даже с открытой форточкой. Вот, а если еще там увлажнить, то, в принципе, более-менее выдерживает без дополнительных каких-то трудозатрат. Ну, а на улице все, что мы можем, это вот увлажнить сильно почву, траву, либо что-то еще, что лежит под нашими кустами, но все равно лучше прикрыть. Еще один вариант – это окуривание. Ну, тоже понимаем, что очень трудоемко, конечно. Самый-самый простой верный способ – это какое-то укрытие. Какое? Ну, вариантов может быть много, в зависимости от того, какие есть возможности и что есть под руками. Ну, к сожалению, у нас погода не балует, поэтому приходится идти на всякие такие ухищрения, хотя на моей памяти, наверное, это самая-самая сложная весна. Раньше все-таки, да, если были заморозки, они как-то были попроще. В всяком случае, 12 мая снега на моей памяти как-то не было. Но я вам желаю по возможности максимально сохранить свои растения, максимально сохранить урожай. На этом с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку «Еще», будут мои контакты и ссылка на каталог наших сортов винограда. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok